Господь как удивительно, вот дедушка там у нас живет, удивительно как Господь, я говорю, подводит, даже как будто бы события разъединяют, но Бог делает так, что соединяет, вот у нас еще ошибка эта вышла, шенгенская зона, я уже с конкастом к этому обращаюсь, из-за незнания к сербам, братьям нашим двинулись, и получилась закрыта зона, нас оттуда уже попросили, теперь мы оказались здесь, а теперь вижу, скажем им, что как это хорошо, у нас на следующий год, во-первых, полный полигон остается, а за это время мы успели сколько здесь сделать, иначе бы мы все еще были за рубежом, потому что из Скандинавии мы должны были выйти только 9 июля, а до 9 мы еще успеем Ставрополье пройти, вот как, и поэтому эти встречи, они промыслительно у Бога. На Абхазию не поедете, да? Ну, дальше не ходим, на Кавказ мы отъедем и все, мы сейчас пока две тут образы, три пройдем, потом последний будет на Кавказ уже, ну, это уже выполнимое вполне, потому что это ближнее зарубежье. Ну, вы расскажите про Григория Нового. Да вы все знаете, у меня про него очень много написано в книгах. Ну, я просто, я его почитаю как за старца, не как за блудника. Я могу по счастям вам сказать, мое отношение. Ну, я вкратце, и так, как к нему относиться? Достаточно мне с этого уже бугра в жизни ответить, как я постепенно к этому подходил. Более оклеветанной личности в 20-м столетии не было. Это масоны поставили задачу сокрушения царского престола через него. То есть, они по-сегодняшему родзинские, все продолжают, все, что только у них самое гнусное есть, все они на него выливают. Если бы его царь послушался, могло бы все по-другому. Вот, мне подарили тоже книгу, но не подписали. Дарят книги, я просто очень почитаю царя, царскую семью. Видите как, раньше я вопрос этот задавал отцу Дмитрию Дудкову, Глебу Якунину, Александру Менинский, такие очень известные священники. Менин, знаю. Относительно его. Как царь мог узнать с ним, сведения были неполные. Когда я был за рубежом в Америке, там мне уже многие другие книги попали, которых здесь вообще нигде нет. Я стал вопрос уже по-другому ставить. Как такой человек, которому столько открыто мог знать со царем и не двинуть его, царь его не слушался. То есть у меня получилось только относительно его такое перемещение. Я знаю царь с петой. Я его не канонизировал. До канонизации я уже молился и призывал его в помощь. Но теперь вот на него гляжу. Это пророк 20-го столетия. Вот в его деятельности я вижу, одна была, если так считать, ошибка, что когда все наставили, чтобы он удалился от царского двора, и он сам говорил уже о своей гибели от них, надо было уйти. Уйти. Ему открыто было, что с его гибелью гибнет царство. Как царь мог к ним прислушаться? Он лежал в это время раненый, на него покушение было. Царь, он, папа, не начинай войну. Царь считал война, объединит русские силы, это революционеры, все это помиряться. Это была ошибка, самая роковая ошибка царя. Вот он это видел до конца. Он говорил ему, что... Ему дано было это дело. Вот сегодня начинают биться за канонизацию. Я вообще против канонизации? Канонизации... Вот и перед Богом все это. Написано, не судите никак преждевремени, доколе не придет спаситель, не ответит сокрытое во мраке. Да суда Божия этого не надо делать. Вот сейчас вопрос задают Даниил Сысоев, убитый этот священник. А вот канонизация, как вы смотрите? Абсолютно против. Я его, мое сознание его приняло как святым. Он канонизирует моим сознанием. А вот это сейчас начинают они, кое-что рихтовать, убирать, это как бы он ни говорил. Как мне говорят, вот вы умрете, из ваших трудов, что не нравится, уберут, и будут канонизировать, а я вам покажу тогда. Как это можно? Он святой. Для меня он святой. На этом весь Казданил Сысоев за полторы тысячи лет, может, никто так мусульман не любил, как он, но жизнь положил за это. Да. Вот весь мой... Слышал я просто... Мой ответ. А вот это, что патриархия теперь решает, как вот Матрону канонизировали, ну и дали задание написать житие. Когда написали там, кто знал, Синод там рассматривает, вычеркивает, это не надо. Почему? Она обречала попов. Она обречала правильно, как вы можете убирать. Это ее биография. Вот у нас вот недавно умерла одна Анасхия, монахиня какая-то, настоятельница монастыря была, Ксения, до этого она была Варвара. Ее биографии пишут и ни слова не говорят, как она пришла в православие. Она пришла в моем доме. Она пришла через меня. Это не полная биография, но так как они меня не любят, не уважают попы, они просто вычеркивают из ее жизни... Да ее биографии такой и не было бы вообще, если бы она со мной не встретилась. Она была против. Она не была бы даже тем, кем она была. А стала настоятельницей монастыря Шишкина, Раиса. А мне у меня в этой книге написано. Вот я против малейшей лжи, ни под каким видом, чтобы она в нас не проявлялась. Нравится? Вот эта книга, толковая Библия, там 12 ее частей, это глубочайший труд. Но по нему вести занятие невозможно. Я одно занятие пытался в университете провести и так и не смог. Мне это нужно. Вот это наше, вот это вот трехтомник. Здесь каждое слово в строку, что оно... Она забрано все, да, полностью? Все самым простым языком. Что вложено Фефелак говорит, что говорил Пната Златоуст. И я делаю здесь 297 комментариев о положении сегодняшней в церкви. Что не хотят учить. Народ разбрелся. Они его не могут собрать. Почему? Потому что свое «я» мешает. Вот мы где проезжаем, отношения к нам прекрасны везде. Везде, кроме где нет церкви. Как только церковь попы, как лютые звери кидаются. Ну, скажите, у нас... Я спрашиваю их, скажите, а в чем моя вина? Он ни один не может сказать. Вы православные. Ваше православие разбросало людей. Вы считаете, я не православный? А через меня Господь православие с сектантов разных приводит. По делам Бог будет судить или по словам? К сожалению, все, как сейчас, они уже продались, священники. Да. Служат не там Богом. Это раньше служили еще властям, а сейчас мамоне. Мамоне, да. И хотят этого видеть. Но... Я их не служу. Сохрани Бог. Дело в том, что они не любят благовестия. Они просто не знают Христа. Я вам конкретно спрашиваю... Благодати в храме нету сейчас. А? Благодати уже нету в храме. Нет, благодать... Нельзя сказать, что нет. Это я той стороны не касаюсь. Я признаю благодатность, какой бы он ни был, пока его не запретили. Но он поступает совершенно не по Евангелию. Простое слово. Христос посылает учеников в мир и говорит, посылает, как овец среди волков. Это понятно? Ну что, волков? А кто волки? Волки все безбожники. Коммунисты, фашисты, масоны. Все сектанты. Волки. Но только волки. Но когда считаем Деяние Апостола в 20 главу, Господь говорит... Павел говорит, собрал из Ефеса в Мелит епископов, пресвятеров и говорит, а из вас в вас станут лютые волки. Не просто волки, а лютые. То есть хуже всех безбожников. И говорить будут превратно, то есть извращенно. И цель какая увлечь за собою. Они привыкли жить за счет этого. Они не понимают, что за все придется это отвечать. Вот конкретно мы в епархии собрались, сидят епископы. Я перед ними где-то. Ну дайте мне суд. Я требую суда. Они не могут ничего сказать. А секретарь в епархии говорит, под каждым словом Игнатия Тихоновича могу подписаться. То есть согласно. А как же не подписаться, когда я говорю по Евангелию? Я заботюсь о том, чтобы люди знали Бога. Чтобы мы показали образ Христа жизнью своей. Сознательно обратились к Богу. Сознательно поверили. А не так, что знакомые тебя продвинули. Или на поповской дочке женился. И уже... Мне предлагали. Говорят, не хочешь мыть тебя рукополу? У нас священников не хватает. Брату предлагали. Мне много раз предлагали. Я бы епископом был давно. Зачем? У меня другое поприще. Мне Бог дал вот это поприще. Я им иду. Я вижу, у вас и добротолюбие есть. На сайте у меня насчитаны добротолюбие. Да, там вон еще есть книги у нас. Вон как. И икон у нас много. Но я здесь не живу. Я сейчас живу с женой в другом месте. В городе? Ну, да, почти что. А здесь живет мать с дедушкой. Ну, здесь так осталось вот это все. Я приезжаю, помогаю. А вот у нас... Ну, вы вам рассказывали, да? Что... Кто мы такие? Как... Вот наше дело тоже... Но мы не можем так, как вы, проповедовать Бога. Вот у нас еще не хватает ума, наверное, указать... Нет, не умеет дело. Дело в отдаче. Вот. Я искал. Вы бы знали, как я искал истину. Там по крупицам, где-то безбожник какой-то, скажем, выписку. А один стих из Библии я его выписываю. У меня не было Евангелия. И 27 сентября 1962 года в руки мне дали Евангелие. Я в этот же вечер покаялся. А работаю на корабле. Учусь в высшем мореходном училище. Я только через борт корабля переступил в этот вечер. Ну, Лоцманский катерок привез. Я первым уже матросу говорю, живем неправильно. Христос умер за нас. И 50 лет нынче, вот я иду этим путем. 50 лет. Это полвека. И как один день прошел. Я по-другому никогда не мыслял. Авторитет один. Христос. Главная задача, как Серафим Сановский говорит, это стяжание Духа Святого. Быть в Духе Святом. Жить для Бога. И вот это хорошо, я живу плохо. Да, эта установка такой у меня никогда не была. У меня ничего нету. Совершенно. И поэтому... Да это все не надо. Мы с собой не заберем все. Да, это все остается. Это все останется. Это просто... Ну, у меня тоже такая позиция, но у меня не поддерживает. Я говорю, что это все не надо. Ни машины, ни золота, ничего это не надо. Но, к сожалению, тяжело идти против мира. Против течения. Людям не нравится, когда начинаешь их тревожить. Я не могу не тревожить, потому что от костер сегодня горит. Мы стоим 7 метров в стороне, на ветер, против ветра нас ждет. А как же в самом огне-то? А как же в аду, когда там может миллион градусов будет? И все это сегодняшним днем. Я все слова Серафима Саровского говорю. Он говорит, если бы любезно, вот эта комната вся была бы из одних червей. И каждый из них прогрызал бы во всех направлениях, в глаза, в уши, ну, немножко, там, сто лет. То стоило претерпеть ради будущего блага. Надо вот это все реально ощущать. Зачем мне это нужно? Я мотаюсь по стране, еду за рубеж. Я знаю, мне Бог дал вот этот материал, который есть, который библиотека есть. Там я отвечаю на 4124 вопроса. Как правильно служить Богу с полной отдачей? С Богом торговаться не надо. Он сказал, я должен ответить. Вот, слушай тропой. Будешь терять друзей, можешь остаться один, проклинаемый всеми, но с тобой будет Бог. Никогда не заботься о том, что же будет завтра. Написано, говорит, забот хватит на сегодняшний день. А ты будешь один, а тебя все покинут. Со Христом ты не будешь покинут. Со Христом у тебя всегда все будет. Голодным не ляжешь. А можно ли чего-то сегодня сделать? Я даже этот вопрос не ставлю. Мне повеление дано, я его делаю. Я вижу новые души, которые приходят, совершенно не знавшие Бога. И они в ближайших у меня помощниках, друзьях. Мы делаем дело, которое нам Бог доверил. Его нельзя на себя взять. Во-первых, ну с чем ты пойдешь? Ну вот смотрите, вопрос такой. Не все же могут пойти по вашему пути, правильно? Вот у меня путь другой, я иду, ну не только у меня, у других там. Мы идем, ну и с Христом, и больше военное у нас дело такое. Как нам быть? Как отойти от этого? От военного дела отойти. Это решительно. А как отойти? Ну а в случае... Не надейтесь на этот случай. У Бога все вымерено. Он говорит, вы не знаете, какого вы духа, вложи меч твой в нож. Я поэтому с военными когда разговариваю, от их военной хватки уже через пять минут ничего не остается. Вы верите в то, что в Библии написано? Простой вопрос. Ну да, верим. Ну, если верующий, то он отвечает, да, верим. Значит, ты веришь, что так и будет. А как ты так против Бога пойдешь? У Бога это назначено. И написано, проклят, кто меч Господень удержит от крови. Проклят. Считай 17-18 глава Откровения. Эта блудница должна быть сожжена. А я пойду защищать. Ну, представьте, мы сидим сейчас, вылетается здесь 30 китайцев с автоматами. И что ты будешь делать? Они сегодня могут выставить 400 миллионную армию. И что ты будешь? Я, армия, да. Спрячься, таракан, чтобы тебя ни духа не было нигде. Ты молись Богу, умереть достойно. Нас нужно научить правильно болеть и правильно умирать. С Богом. А что будет на земле, на этой планете? Тебя это совершенно не касается. Спасай, спасай твою душу. Я защищаю, там, военные. Даже это глупостью нельзя назвать. Это назначено. Это все бросить. Бросить, отойти. Трудись для Бога. Будь верен, кроток, смирен. Смиренно-мудрея главная черта христианина. Молитву. Вот я поставил задачу себе спасти свою душу. Считай, где Псалтырь, 118-й Псалом, 164-й стих. Седьмикратно в день прославляю тебя. Я вот сегодня мотался, вот я здесь и умушился больше, чем в пути, на работе. Мне негде спрятаться. Я хожу и ищу место, везде люди. Мне нужно уединенное место семь раз в день зайти в уголок и совершить молитву. Молитва это, ну я для себя взял, это три святое и сто поклонных. Это разовое. Семь раз в день. В семикратном день. За суды его, вот это, суды его такие были, развалилась эта сторона, Господи, праведен ты. Слава тебе, Господи, дал нам свободу. Я реабилитирован, а я иду арестованный. Советская власть, я его защищать должен был. Бог мне дал свободу. И отнять ее никто не может. Будь я в плену, в подвале, где-то закованный, свобода внутри. Был такой профессор Марсенковский, он говорил, Владимир Филионович, со Христом и в тюрьме свобода. А без Христа и на свободе тюрьма. Что толку, что он на свободе ходит наркоман, плоти свои удовлетворяют, изменяют жене, пьянствуют или курят, или еще что-то. Я во Христе. И потом жизнь моя решительно вся, высвященная в нем, меняется полностью. И для меня советники никакие уже не могут повредить. Потому что я читаю Евангелие, смотрю, как святые отцы истолковали. Все это в этом. Весь. Да, так, вот как я делаю, это может быть и не сделать. Но у тебя другой путь, действительно так. Но в этом пути ты положи 100%. Ну а вот как Евгений Родионов, он как за Христа умер? А с чего взяли, что за Христа? Евгения? Да. А с чего так взяли? Ну, просто... Да ничего, во-первых, рассуждать о нем мы не можем, погибли по глупости. Я брату рассказываю, я бы в армии рассужил, я бы просто так не дался. Я знаю, как они дежурят, как они были. У меня в книге подробно про него написано, в книгах. В книгах. И вот начинает. Март, сколько лет и стало, нашла там... Москва, 8 мая.